Ребята, девчата, всем привет! Сегодня у нас уже 22 октября. Кое-где в России уже выпал снег. Сегодня присылали всякие фотографии из Екатеринбурга. Там утром точно выпал снег. Такая небольшая вам проходочка вдоль моря. Я, как обычно, пойду сейчас вдоль моря туда. Вот я вам показывал, помните, вот в прошлом выпуске, вот там есть такая пляжик такой среди скал, где можно там за 20 лир. Но это вот утром как-нибудь сходим, там поплаваю с камерой, покажу вам. Ребята, девчата, обратили внимание, сколько народу на набережной, да? Классно. По дороге тут полно всяких макдональдсов, едой, сабвеев и так далее. Да ладно, вы посмотрите, какая же тут прелесть просто. Облака, корабли. Я специально пошел в середине рабочего дня. То есть сделал перерыв и вот выбрался и пошел. Ну, чтобы народу было поменьше, потому что если к вечеру пойдешь, здесь народу будет много. Спрашивали в одном из комментариев, где лучше квартиру снимать. Ну, вот сразу отвечу вот так. Здесь вот от моря, да, вот эта дорога, которая очень тихая, медленная. И вот эти дома, видите, вот эти все дома и вплоть вот до гор фактически. Вот туда. Это километра 3-4, наверное, такая полоска идет. И тут где-то километра, может, полтора вот так. От моря и вот полоски. Ну, в общем, до большой дороги, которая вот за вот этими домами, где-то километре. То есть вот эта вся полоска, вплоть до Лимана, там район Лимана, вот это все здесь вот хорошее недвижимость. Здесь вот возле моря, рядом рынок, рядом магазин. Вот в Мигрос я вам зайду покажу. Ну, повторюсь, по законам Турции нельзя снимать квартиру меньше, чем на полгода. То есть или только апартаменты снимать, в апарт-отеле специализированном, который имеет лицензию. Вот, просто так сдавать квартиры здесь, как бы как у нас посуточно, здесь такого нет. То есть здесь законодательно это ограничено. Поэтому если снимать квартиру, то только от полугода. И, по-моему, сразу сумма заносится вся, сразу на полгода. То есть ты оплачиваешь, сразу контракт берешь на полгода и сразу за полгода оплачиваешь. Ну, вот этот нюанс надо посмотреть. То есть это для иностранцев так или же для всех нет. Для всех я знаю, что здесь посуточно платят, ой, помесячно. Вот еще такой вопрос задавали, что цены какие, да, на аренду. Ну, если снимать на полгода, да, то где-то получается 2 500, 2 200, 1500. И если туда за дорогу уйти подальше района, там уже есть 1700, 1500, 1200. То есть варианты есть. Можно взять чуть-чуть подальше от моря, но уже на 1000 лир меньше. Ну, это примерно где-то, ну, 1000 лир это 10 тысяч рублей, грубо говоря. Или 110-120 долларов, вот так примерно. Так вот, ребята, девчат, как думаете, напишите в комментарии. Поехать мне вот по побережью проехаться, по городам показать вам, будет интересно. Или же вам вот интересны такие влоги из Анталии, где тут что, вот такая турецкая жизнь, лайф такой, лайфстай турецкий. Или же вам все-таки такие выпуски, обзоры, там, вот город или микс может быть сделать. Ну, с лайфом тогда не очень сочетается, потому что, если я поеду, например, по побережью, да, проеду до Мармориса, там, и так далее, по городкам, то это уже будет такой триф, и к лайфу он как бы мало отношения имеет, то есть к реальной жизни. Такое именно путешествие. Вот иду, думаю, как мне лучше поступить, снимать вот такой формат лайвов, то есть как я там, рабочий день, вот пошел там, покупаться туда, потом там утром сходил там вот туда, поплавал, показал море, потом пошел там, например, в магазин сходил. Ну, вот такие видео, да, или же все-таки интереснее вам такие вот путешествующие видео, когда там вот такой город новый, вот такой город новый. Потому что побережье, оно разнообразное очень, например, Даламан, Фетхи, вот эти вот места, они тоже достаточно отличаются от Анталийского побережья. В Алане еще хотел бы съездить, но сейчас в Алане, не знаю, надо хешкоды брать, чтобы путешествовать по стране, или как, ну, у меня он есть, я его получил уже. Просто как сейчас это, с путешествием, вроде люди едут, нормально. Ну, ладно, посмотрим, напишите в комментарии, кто, как думает по этому поводу. Люблю я, конечно, бичпарк, сохнет, здесь еще так эвкалиптом пахнет, морем, и вот эвкалиптовая роща добивает немножко запах. А, вот сегодня в Мигросе покажу, я один классный велосипед присмотрел электрический, и вот по этой дорожке, как бы, да, тут можно по всему городу фактически, здесь вдоль всего побережья, там на 30 километров сделано. Вот сегодня в Мигросе пойду вам показывать, заодно покажу, какой я там посмотрел. А почему в Мигросе? Ну, потому что цена, хоть и кусачая, но самая маленькая в городе, еще по интернет-сайтам, по доскам объявлений, типа нашего Авида, у них называется Сахибинден, от собственника, посмотрел, ну, 6 тысяч, 60 тысяч рублей, ну, то есть, как бы, почти тысячу долларов за велосипед электрический, ну, как-то так, дорого вообще. А тут, получается, 40 тысяч рублей, 45. Надо посмотреть цену, я тоже сейчас не помню, но покажу вам сегодня вот. Все, ребята, девчата, сейчас полиция проехала, попросили одеть маску. Так что в Вичпарке здесь, конечно, народу уже побольше, и действительно нужно масочку одевать. Только такой порадовался, что запах эвкалипта, так как раз, Миша, да, маску одевай. Вот так вот. А сейчас пахнет уже не эвкалиптом, а стиральным порошком. Походить по травке. Здесь специальный газон такой сделан, что можно по нему идти. Люди вот на пикниках сидят. Здесь уже дорога кончается, поэтому пойду по пляжу, по гальке. Что, конечно же, не так удобно, но другого варианта нет, наверное, здесь. Да, видите, там, получается, дорога уходит туда и пошла вверх. А мне нужно вот туда вот вниз. Вот здесь вот мы и занырнем. Видите, вот здесь камушки вот это все тут. Местные ребята прыгают в воду. Вот как раз под самой прям смотровой шкала. Вот ради этого я сюда и топал. Сейчас занырнем, посмотрим, какая водичка. Вот смотрите, видите, люди куда забираются. Вот, если не видно, вот-вот-вот он. По веревочке вот так. И прыгает. Не страшно. В общем, ребята, девчата, я думал, поинтереснее будет здесь. Здесь надо реально идти с маской и с нормальными ласками, чтобы туда вот уплыть. Самый-самый. Вот, а так здесь какие-то родники вода очень из-за этого. Видимость не очень. Ну, правильно я решил, что надо сходить будет вот туда за этим камнем. Туда подальше, вот где Каличи, старый город, за ним там пляжик вот этот со скалы, который оборудованный. Там заход получается намного лучше, со скалы видно, что вода прозрачнее. Поэтому давайте в следующем выпуске вот туда сходим, там поплаваем уже. А так-то место, в принципе, и живописное. Ну и вода здесь посоленее, чем... Перебазировался немножко от скалы. И вот здесь вот, вот это вот, заход здесь вот мне понравился больше, даже чем вот у нас там. Потому что здесь вода соленее, заход как бы круче и волны прикольнее. Ты как бы на этих волнах катаешься от полного роста до полного нуля. То есть вот так вот, классно. Мне вот здесь очень понравился, вода очень соленая, прямо сжет от соли. Сейчас обсохну немножко, погреюсь. Вон, 32 градуса, 22 октября, да? И пойду через Пирамид-парк сразу до Мигроса. Покажу вам, как тут. Что сейчас в Мигросе творится? Мюсик такой грустный, жарко ему. Видите, как человек идет, ровно несет сладенькие булочки. Даже не шелохнет. Забавно, да? Они вот здесь вот так вот ходят, продают. Ох, ребят, девчат, нажарился, конечно, знато. Но вот этот пляж мне понравился больше, чем у нас в районе. Иногда буду сюда, наверное, приходить. Здесь вода посоленее, прям футболку одеваю, майку вернее. И прям от соли аж кожу щипет. Мне понравилось здесь, конечно. Хороший пляж. Такой котенок доходяга. Позировал вам, смотрите. Сейчас новую лестницу вот по такой. И прям вверх, и прям сразу к ликсусу уходим. От него уже до Мигроса там вообще метров 300-500. А старая лесенка. Тут уже кусочек старой лесенки оставили. Здорово. Панючек. Пахнет эвкалиптом. Да, старая лесенка осталась, какая была. Ну, почти уже поднялся. Ну, так, если каждый день ходить, то тут накачаешься. Никакой фитнес не нужен. И коты, куча кошек. И котят. Вот лесенка. Вот здесь вот выходим. Сразу Робертс кафе. И вот смотрите, какая красота. Корабли стоят на рейде. Видите? Внизу. Черепаший остров. Вот он. И по такому живописному паку. Прям до самого Мигроса. Вид на миллион. Ты такие лежат. Дыхнут. На солнышке пригрелись. Там, вон, смотрите, тут их целая куча. А, вот здесь кошкин дом очередной. Турции любят очень кошек. И поэтому им создают вольготные условия для проживания. То есть, везде корм насыпан. Кстати, для собак так же. Вот это вот, расскажите мне. Где вы такое еще видели? Просто одни сплошные коты. Соловьевшие, сытые, довольные. Вот это, смотрите, вообще. Просто обалденский. Пятнистый весь такой. Злой лежишь. Серьезный. Ну, настоящий турецкий. Порода сразу видно. Уже вечереет. Тут вот прудик искусственный. С уточками. Смотрите, их столько. Это уже вот, почти до Микроса дошел. То есть, вот здесь сейчас надо пройти по той аллейке, через переход, и я уже в Микросе. Ну, ничего себе, такие тут буси-утки. Отъевшиеся. Да? Ох, ну и парк здесь замечательный. Здесь прямо воздух. Это в центре города. Вот пирамиды. Пирамид парк. Отдельный ролик у меня про пирамид парк есть на канале. Ссылочка сейчас, скорее всего, всплывет. А на Микрос получается вот прямая дорожка. Вот она. То есть, вдоль по этой аллее уходим, переходим через переход, светофор. И по-турецки называется лямба. Вот. И уже попадаем в Микрос. Переход. Переходим. А вот Микрос. Вот он. Я вышел вот с этой аллеи. Вот аллейка. И по светофору спокойно переходим. Дорогу. Здесь красивый памятник. Колесо обозрения местное. Ну, понятно, причинам сейчас развлечения не работают. То есть, колесо остановлено. О, зеленый. Пойдемте. Все, вот он, Микрос. Достаточно комфортно сейчас сделали переход. Дорога как бы, она остается сбоку. Там светофоры. Все, трафик достаточно умеренный в этом месте получается. Немножко уже садится. Так, достаточно низко. Поэтому получаются такие немножко кадры чуть темно засвеченные. Ну, вот. Вот уже подхожу к Микросу получается. Сзади. Сейчас, правда, надо будет досмотр пройти. Потому что здесь просто так нельзя в магазин зайти. Здесь надо, в общем, досмотр, как в аэропорту пройти. Ну, здесь при входе обязательно температуру проверяют. Потом досматривают, как в аэропорту. И обязательно в масках надо. То есть, без масок не пускают. Ну, и здесь все в масках. Наверное, немного. В самом Микросе нам что интересно, да? То есть, понятно, что здесь все вот эти вот марки одежды. Дворк. Раз, катон. Вот катон интересная одежда. Раз. Потом ниже на этаж там у нас получается вайкики. Сейчас покажу. Ну, так. Ходить там долго не будем. Я должна, скорее, заходить не буду. Ну, и, собственно, сам Микрос. Вот. 5М Микрос. Это самый большой. Ну, не самый большой. Вот на районе в Кони Алты. Это большой Микрос. Тут все можно купить, в принципе. И технику. И я вот здесь, кстати, себе присмотрел велик электрический. Сейчас покажу. Сейчас с рюньками вокруг него хожу, облизываюсь. Как-то все работает. Все нормально. Народу немного социальной дистанции соблюдается. Так что все достаточно хорошо. Магазин фанатский. Ну, вот в этом Микросе вот здесь, если вниз спуститься, по экскалатору, первый этаж, вот от входа, вход, да, сразу в экскалатор, то тут будет LC Вайкики. Кстати, неплохой выбор здесь есть в этом LC Вайкики. Иногда есть то, что в других нету. Ну, потому что здесь очень много туристов ходит в этот Микрос. Он такой достаточно туристический. Ну, вот, вот от Вайкики. Вот сюда вот. Идете, покупаете. Ну, мы вот в этот периодически ходим. Ну, иногда, конечно, в Верасту, иногда в Мак-Анталию. В общем, это тоже игнорировать не нужно. Он отличный. Мне нравится у них вот этот магазин. Фистик называется. Это, ну, фисташка переводится. Всякие турецкие сладости. Второй магазин, который прям необходимо посещать тоже, это Бойнар. Он чуть-чуть подороже, но зато там выбор очень хороший. Одежда, куртки, женская, мужская. Вот, прям Бойнар тоже отлично. То есть, Вайкики чуть подешевле, тоже качество хорошее. Этот вообще супер просто. Пойдемте покажу, какой я тут велик заприметил. Ну, прям, ну, очень хочу прям купить. Ну, очень прям жаба душит. Ну, ну, как, дорого, недорого, не знаю. Стоит как билет на самолет туда-обратно. Вот и подумаешь тут. Ну, давайте покажу прям. Ну, классный. Здесь можно купить вот от палатки до микроволновки. Естественно, телевизоры. Цены, кстати, на телевизор вот этот 2200, у них есть недорогая марка, местная, турецкая. И так неплохие телевизоры делают. Ну, у нас чуть подороже. Блин, ну вот вопрос решился сам собой. Видите, вот здесь он стоял. Нету больше. Взяли, разобрали. Ну, пока я тут думал, сомневался. В общем, остался, походу, без велика электрического. Ну, конечно же, здесь всякие пакетики. Там химия вот эта вся, напитки. Конечно же, фрукты, овощи, хлеб. Да все тут, в общем. Сыры, заморозки. Даже он без люмей делает. Да даже персик, посмотрите, для магазина. Ну, по-моему, цена 8,75. Поэтому я на рынке беру. Ну, ладно, по велику расстраиваться не буду. Мысли ушли, короче. Все, меня освободило. А может, он где-то здесь стоит? А я схожу такой. Это самый легко доступный Мигрос, получается. Из всех, которые здесь в Анталии есть. Вы можете даже с Кемера сюда приехать, здесь автобусная остановка. Вот там, по-моему. Здесь надо выйти, здесь погулять. Вот, по Мигросу. Так что, в принципе, он вот самый популярный для туристов. Там это... Ну, иногда и сами тут затариваемся. То есть, я тут иногда покупаю то, что ни в других Мигросах не найти. На Духовах. Ну, и Вайкики, конечно. Был еще и за Зару сказать. А вот они все. Вайкики, Бойнер, Зара. Основные. Ну, еще для... Вот игрушки, кстати, если для детей. Пополк какие-то дальние дали. Думал, там выход есть. Ну, посмотрим. Тут какая-то... А, это бамбук. Вот так бамбук молодой растет, видите? Забавно. Первый с вороток от Мигроса. Там сразу напротив школы. Прохода нету. Поэтому надо пройти чуть подальше. И там, за мостиком уже перейти. Вниз можно к морю спуститься. Правильный выход будет. Вот мостик прошли под ним, да? И вот где почта. Вот это большое отделение почты основное. Вот где вот этот ПТТ-матик, то есть банкомат их, почта-банка. Вот так вот. И, собственно, вот так уже можно к морю выйти. Можно пойти вдоль дороги. И там как раз мимо тех магазинов, где сыры покупали. А можно спуститься к морю и пойти по набережной. Я вот выбираю по набережной. Ребята, девчата уже вечереют. Продобыл я сегодня прилично, чтобы вам все вот эту красоту показать. Сейчас уже вот почти до моря дошел. Здесь просто хочу вам показать вот эти вот... Видите, пенсионы. Все это сдается. Апарты вот здесь, большой аппарк. И он наполовину пустой. Скорее всего, можно строговаться за хорошую будет цену. Чуть-чуть совсем пройти. Вид, конечно, ну... Солнышко садится, горы. Море вот здесь, да? И вот мимо Бима проходите. И здесь их много отелей. Здесь вот все прям отели, апарты идут. Поэтому чуть-чуть просто на вторую линию от моря ушли. Не на первой линии, а вот на второй. И все, и пожалуйста. Здесь обычный жилой район. Но это как раз вот до той дороги. Вот шестиполосная, она вот там дальше. Ну, такая небольшая информация еще. Ну, вид классный здесь. А, вот здесь еще, видите, маленький Мигрос. То есть, Мигросы есть большие, вот 5М большой, а этот маленький. Ну, продуктовый. Я говорил, что хотел в этом выпуске. Поэтому на этом буду выпуск заканчивать. Поддержите, пожалуйста, видео лайком, потому что я тут столько работы проделал, прошел вам все показал. Кто не подписан, подпишитесь на канал. А, комментарий, кстати, не забудьте написать по поводу того, что я в середине ролика говорил о том, стоит ли мне больше показывать вот так Анталии, да, такую лайфстайл, то есть такая жизнь обычная. Или же проехаться по городам вдоль побережья и показать вам там разные городки или миг сделать. Вот напишите, пожалуйста, в комментарии. И до встречи в следующих выпусках.